Впереди у россиян аж 9 дней новогодних каникул. Однако от обилия выходных можно растеряться. Чтобы праздники прошли нескучно, можно заранее спланировать свой досуг. Например, музей Твери приготовили для жителей и гостей областной столицы насыщенную программу. Гостей ждут экскурсии, музейные программы, мастер-классы и многое другое. Об этих и других идеях в нашем сюжете. Зачастую в рабочие будни редко удается выделить время на поход в музей или на выставку. Поэтому праздничные выходные лучше для этого пора. Так, в Тверском краеведческом музее каждый день будут работать сразу две выставки. Одна из них – балет в фарфоре. На ней представлены экспонаты музея Императорского фарфорового завода. Вторая выставка – живущие рядом с нами, которая рассказывает о животных и птицах, населяющих Тверскую область. А нашим маленьким друзьям мы предлагаем окунуться в историю. Для них мы разработали интерактивные занятия, которые будут не только интересны им, но и также их родителям. Мы с вами отправимся в гости к древнему человеку. Вместе с Тверской дружиной будем сражаться с нашими врагами, врагами Тверского княжества. Ну а также с Афанасием Никитиным отправимся в путешествие в далекую страну Индия. Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея предлагает рождественские мастер-классы. Так в первые дни новогодних каникул пройдет мастер-класс под экупажем. Дети смогут сделать подставки для новогодних свечей. Также ребята смогут изготовить традиционных рождественских ангелов, которых можно повесить на елку. 8 января состоится семейный святочный праздник, святочные посиделки. Это фольклорный традиционный праздник, где есть и Дед Мороз, и Снегурочка, и огромное количество самых разных фольклорных персонажей. Не скажу каких, потому что это большой-большой секрет. Тверская областная картинная галерея подготовила целый цикл мероприятий для посетителей. Для детей будут организованы музейно-музыкальные экскурсии, театрализованные программы, квесты и игры. А взрослым предлагают экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца и выставке «Екатерина II. Прекрасная эпоха». Можно будет узнать об истории нашего императорского дворца, а также о коллекции, нашей богатой коллекции Тверской областной картинной галереи. Будут проходить и такие мероприятия, как авторские экскурсии, которые проведут наши друзья, известные деятели культуры и искусства. В дни новогодних каникул со 2 по 8 января будет открыт наш дворцовый сад. Музей Тверского быта предлагает расширенную программу, мастер-классы, экскурсии и интерактивные мероприятия для детей и взрослых. И, конечно, это традиционное чаепитие, которое давно полюбили жители и гости Твери. А в доме купцов Арефьевых недавно открылась выставка «Цветы и бабочки в мире старинных вещей». Выставка представляет нам новое прочтение вещей. Они украшены растительным орнаментом, растительным узором, который был излюбленным, из древности пришел к нам и до сих пор является очень-очень популярным. Можно увидеть украшения в виде цветов и бабочек и на оружии, и на свадебном платье, и на бутоньерках, на предметах быта. Свои двери для посетителей музей распахнут 2 января. Подробнее ознакомиться с афишей выставок и экскурсий можно на официальных сайтах Тверского объединенного музея и Тверской областной картинной галереи.